Приветствую вас! В этом ролике я расскажу о восстании крестьян в Андеи против революционного правительства в 1793-1796 годах. Итак, что мы подразумеваем под понятием Вандея? Вандейское восстание охватило четыре департамента, расположенных на северо-западе Франции, вдоль нижнего течения Луары и к югу от него. Среди них был и департамент Вандея, давший название всему району восстания. Указанная территория делилась на лесную часть, так называемый Бокаж, болотистую и равнинную часть. Первая часть составляла до двух третей сей Вандеи и была покрыта множеством перелесков, селений и отдельных хижин, обнесенных, как и поля, живыми изгородями и рвами. Между ними проходили узкие и углубленные дороги, практически непроходимые в дождливое время. Болотистая часть располагалась по побережью океана и, хотя была совершенно открытой, но была пересечена множеством мелких озер глубиной до двух метров, соединенных между собой рвами, пробираться между которыми можно было только по тропинкам. Каналы и озера представляли собой пути сообщения на лодках местным жителям. Пешеходы передвигались по этому пространству при помощи длинных жердей, опираясь на которые они перепрыгивали через рвы и канавы. Третья равнинная часть располагалась по берегам Нижней Луары, к югу от первых двух, и ее население в восстании не участвовало. На этой территории проживало около 800 тысяч человек, по преимуществу крестьян, живших на отдельных хуторах. Единственное место, где соседи могли общаться, была церковь, куда они приходили на воскресную мессу. То есть община образовывалась вокруг церковного прихода, а приходской кюре был для крестьян непререкаемым авторитетом. Он помогал крестьянам решать проблемы с властями, был для них и судьей, и нотариусом, советником, источником новостей, которые передавал крестьянам своей интерпретации. Больших городов на ее территории не было. Ван Дея представляла собой сельскую местность, которую обходили все основные дороги, что делало ее в значительной степени изолированной от остальной части страны. Дворяне, как правило, жили в своих имениях и были близки к крестьянам, в отличие от дворян других департаментов, предпочитавших жить в городах. К городским жителям, мелким буржуа, плутоватым торговцам и особенно чиновникам сельские жители Ван Деи привыкли относиться с недоверием. Париж, культурная столица Европы того времени, с его театрами, салонами и раскрепощенными нравами, был для французского провинциала вообще другой планетой. Тем не менее, ван Дейцы изначально не были против революции и положительно восприняли антифеодальное законодательство генеральных штатов. Однако бесцеремонность новых революционных властей и в особенности антиклирикальное законодательство вызвали существенное недовольство крестьян Ван Деи. 12 июля 1790 года был принят закон о гражданском устройстве духовенства. В соответствии с этим законом, старое деление Франции на 18 архиепископств и 116 епископств заменялось делением на 83 диоцеза, совпадавшие с административным делением на департаменты. Епископы избирались как обычные чиновники, причем закон не требовал, чтобы избиратели были католиками. Епископы не нуждались в папском утверждении и могли только извещать папу о своем вступлении в должность. Приходской священник получал инсталляцию от епископа. От духовных лиц требовалась присяга в присутствии муниципальных властей. С точки зрения нормального верующего, этот закон просто убивал религию. Священник должен все-таки в первую очередь Бога верить, а не в гражданское общество. Духовенство и значительная часть верующих не приняли этой реформы. Присягу приняли в соответствии с новым законом лишь 5% священнослужителей. Прочие остались не присягнувшими. Новых присягнувших священников вандельцы встретили в штыки. Их демонстративно унижали, убивали их собак, стреляли им в двери и окна, бойкотировали службы. А вот к неприсягнувшим кюре верующие валили толпами. Дальше больше. Якобинцы ввели так называемый культ разума, сопровождавшийся проведением карнавалов, парадов, разграблением церквей, принуждением священников отвлекаться от сана, уничтожением или оскорблением христианских священных предметов. В 1794 году культ разума сменил культ верховного существа, введенный в соответствие с воззрениями Руссо. Он хотя и был помягче, чем предыдущий, но все же имел антихристианскую направленность. Крестьяне в Андеи могли воспринимать попытки введения этих культов исключительно как разгул сатанистов. Непосредственным поводом к восстанию послужил принудительный набор в революционную армию. В начале 1793 года конвент, опасаясь вторжения союзных армий, постановил произвести новый набор 300 тысяч человек. Однако у андейцев не было никакого желания проливать кровь за безбожную власть. Как говорили участники восстания, они убили нашего короля, прогнали наших священников, продали имущество нашей церкви, съели все, что у нас есть, и теперь они хотят забрать наши тела. Нет, они не получат их. 4 марта 1793 года в городке Шоле молодежь расправилась с командиром местной национальной гвардии. Спустя неделю, 10 марта, противники рекрутского набора столкнулись с республиканцами в коммуне Машкуль. Восставшие действовали с исключительной жестокостью. Они взяли 400 пленных, которые в течение следующих нескольких дней были подвергнуты суду и казнены. Узников сковывали цепями и заставляли рвить рвы в полях, после чего их расстреливали так, что они аккуратно падали в могилы. В течение нескольких дней во всех вандейских приходах не умолкал звон Набата, и около 100 тысяч крестьян взялись за оружие. 15 марта отряд под предводительством некоего Жака Каталино овладел Шоле, захватив до 700 пленных и 4 орудия. Этот человек, как говорится, из простых, торговец укном. После взятия Шоле стал чрезвычайно популярным и фактически возглавил армию повстанцев. Была создана католическая и королевская армия Ван Деи, которая объединяла до 40 тысяч человек и представляла серьезную опасность для войск синих. Она выступала под белым штандартом с лилиями и девизом «Да здравствует король!» Воины этой армии носили монашеский наплечник и изображение божественного сердца и креста в пламени. Бойцы были спаяны кровными узами и неформальными связями. Это были родственники, друзья, соседи. Все они прекрасно знали местность и безошибочно выбирали себе капитанов. По началу армия была вооружена вилами, косами, дубинами и охотничьими ружьями. Однако со временем вандейцы неплохо вооружились трофейным оружием. Существенным недостатком этой армии был ее сезонный характер. В период наиболее интенсивных сельскохозяйственных работ солдаты расходились по домам, а после их окончания вновь возвращались в свои подразделения. Однако в армии были созданы и постоянные отряды из дезертиров республиканской армии и даже иностранных наемников. На первом этапе, как я уже сказал, командующим армией вандеи был Жак Каталлино. Впрочем, сначала как неформальный лидер. 12 июня 1893 года он был избран генералиссимусом католической королевской армии. Этот выбор был единодушно поддержан всеми вандейскими командирами. Успех у вандейцев способствовало то, что в этой провинции у республиканцев было крайне мало сил. Однако после проведения массовой мобилизации 1793 года правительство республики получило возможность перебрасывать войска в восставшие департаменты. Несмотря на поражение, уже в августе 1793 года восстание подавляли 30 тысяч военных и нацгвардейцев. К ноябрю это число увеличилось до 50-70 тысяч человек, а к февралю 1794 года до 70-100 тысяч человек. Осенью 1793 года в регион перебросили Майндскую армию, состоявшую из ветеранов боевых действий с серьезным противником – Пруссией и Австрией. То есть легко догадаться, что шансов у восставших одержать победу практически не было. Однако возвратимся к изложению основных событий. Увлеченные первоначальным успехом, вандейские начальники решили перенести освободительную войну за пределы своей провинции и напасть на город Нант, овладение которым обеспечило бы им сообщение с морем и дало бы опорный пункт для дальнейшего наступления. Атака Нанта восставшими началась 26 июня. Однако, несмотря на огромное превосходство в силах – 38 тысяч против 12 тысяч – штурм Нанта был отбит, а командующий повстанцами Жак Кателлино был смертельно ранен в уличном бою. Деморализованные вандейцы сняли осаду. 14 июля восставшие избрали нового главнокомандующего. Новым генералиссимусом стал представитель французского дворянства Морис Жозеп Луи Гиго де Эльбе, командующий до того одним из крупных отрядов повстанцев. Под его руководством войска вандейцев одержали ряд побед над республиканцами, но потерпели тяжелейшее поражение под Люсоном. В этом сражении, состоявшемся 14 августа, ДЭльбе все же сумел вывести вандейцев и спас их от полного разгрома. 17 октября в битве при Шоле вандейская армия внук потерпела тяжелое поражение, а ее вождь был тяжело ранен и переправлен для лечения на остров Нуамуртье. В январе 1794 года республиканские войска высадились на этом острове. Все вандейские пленные, в том числе и ДЭльбе, были расстреляны. Неспособного ходить, его отнесли на кресле на площадь и расстреляли сидящего. В этой же битве погиб еще один известный руководитель повстанцев, маркиз Шарль Мельхиор Артю де Баншан. Он получил смертельную рану в грудь. Отступившие вандейцы унесли его с собой и поклялись отомстить за него, пообещав убить 5000 пленников-республиканцев. Однако уже умирающий Баншан отдал приказ этого не делать. После гибели ДЭльбе и Баншана командующим был избран представитель родовитой аристократии Анри Дюберже, граф де Ларош-Жаклен, которого называли месье Анри. Не скрою, сам замысел создать ролик о восстании в Вандее возник у меня после того, как я случайно увидел его портрет, работы Пьера Герена, который я здесь привожу. Уж очень не вязалось мое прежнее представление о восставших с романтичным образом их командира. Впрочем, и в реальности месье Анри был не менее романтичен. В одном из приказов по армии он писал «Если я пойду вперед, идите за мной. Если я стану отступать, убейте меня. Если я умру, отомстите за меня». Одно только присутствие на поле боя месье Анри вдохновляло вандейцев, не раз спасая от разгрома в почти безвыходных ситуациях. Тем временем республиканская армия все более и более усиливалась. Под давлением правительственных сил вандейцы решились на отчаянный шаг. Католическая и королевская армия покинула Вандею и, переправившись через Луару, вторглась в Нормандию. Этот марш получил название «Поворот северного ветра». Целью повстанцев был приморский город Гранвиль, взяв который, они рассчитывали принять здесь флот англичан, который должен был высадить десант. Однако поднять крестьянство Нормандии на борьбу против республики не удалось. Гранвиль взят не был, англичане не высадились и остатки католической армии начали отступать Вандею. В этом отступлении армия была полностью разгромлена, а ее командующий, месье Анри, был убит в возрасте 21 года, 28 января 1794 года. Казалось бы, все закончено. Героическое апопея восстания была завершена. Но в головах руководителей республики возникла идея жестоко покарать крестьян Вандеи, чтобы навсегда отбить охоту выступать против революционного правительства. В январе 1794 года новый командующий республиканских сил Луи-Мари-Тюррро двинул на Вандею 12 колонн общей численностью 15 тысяч человек. Каждая из этих колонн, впоследствии известных как адские колонны, маршировала в разных направлениях через Вандею, без разбора сжигая деревни и посевы, убивая скот, грабя дома, убивая и насилуя женщин и девушек. Вандейцев насаживали на штыки, младенцев рубили саблями, мирных людей сжигали прямо в домах. Убивали даже вандейцев, остававшихся верными республике. Обоснование синих заключалось в том, что любой, кто остался в Вандее, должен быть предателем, поскольку все истинные патриоты давно бы сбежали. Жестокость, проявленная адскими колоннами, потрясла даже многих якобинцев, отнюдь не страдающих вегетарианским отношением к убийствам. И в марте 1793 года акция была прекращена. Атюрро отозван из Вандеи. Но было уже поздно. Крестьяне Вандеи поняли, что отсидеться не удастся, и восстание вспыхнуло с новой силой. Теперь его возглавляли бывший лесничий Жан-Николас Тофле и бывший флотский офицер Франсуа Атанас де Шарет. Они, собственно, командовали отдельными отрядами повстанцев с самого начала восстания. Им удалось продолжить партизанскую борьбу, часто довольно успешную, и 17 февраля 1795 года между республиканцами и восставшими было заключено перемирие в Ла-Жоне. Руководили Францией в этот период люди гораздо более умеренные, чем якобинцы, и условия перемирия были весьма мягкими. Вандейцам должны были возместить все материальные потери. Объявлялась свобода вероисповедания, что означало возвращение или детимацию служб, не присягнувших кюре. Республиканские войска выводились за пределы Вандеи. Но на этот раз дурака сваляли вожди вандейцев Жан-Николе Астафле и Франсуа Шаретт, возобновившие восстания. На помощь повстанцам 23 июня 1795 года на полуостров Киберон высадились французские роялисты под руководством графа Артуа, это будущий король Карл X, в сопровождении английской бригады морской пехоты. Однако теперь французскими войсками Вандея командовал не кто-нибудь, а один из лучших генералов республики Луи Лазарь Гош. При подавлении восстания он не использовал террор и сумел сохранить нейтралитет большинства населения. Уже до 20 июля основные силы повстанцев были разгромлены, а до конца года и их остатки. В феврале 1796 года в Анжере расстреляли Стофле, а в марте в Нанте Шаретта. С их смертью война в Вандее закончилась, хотя сопротивление Вандеи не закончилось. Регион восставал еще несколько раз в 1799, 1814 и снова в 1815 году против возвращения Наполеона в период 100 дней. И в заключение давайте выясним, кто виноват в этом кровопролитии. Идеи разума, свободы, равенства и братства, провозглашенные в Париже в 1789 году, были для неграмотного крестьянина малопонятны, а реформы новой власти не принесли ему какой-либо выгоды. Не приняли вандейцы ни аграрную, ни антиклирикальные реформы, ни казнь короля, ни массовый террор, развернутый якобинцами. Дерево свободы, беснующиеся парижские толпы, публичные казни на гильотине воспринимались вандейскими крестьянами как какие-то языческие игрища. Валтазаров пир. Появление на местах администрации, составленной из чужаков, горожан-республиканцев и замена старых кюряно-священников, присягнувших новой власти, только укрепляли такое понимание происходящего. С другой стороны, революционные деятели, воодушевленные идеями просветителей, разделяли многие их ошибки. Эти философы были проникнуты глубокой ненавистью к христианству и презрением к глупому невежественному христианству. Вслед за Жаном де Лабрюером, считавшего крестьян дикими животными, обширнейшая литература просветителей описывала селян как людей, погрязших в невежестве, зверей своего рода. Вольтер поведал, что дикарями следует считать мужланов, живущих в жалких лачугах со своими бабами и домашними животными, говорящих на неизвестном в городах жаргоне, имеющих мало идей и, как следствие, мало эмоций, собирающихся в определенные дни в каком-то подобии сарая, чтобы отпраздновать церемонии, в которых они ничего не смысят. А естествоиспытатель Жорж Бюфон склонен был даже выделять различные виды людей на территории собственного государства. Среди нас, писал этот исследователь, жители сельской местности гораздо более безобразны, чем жители городов. Однако и крестьяне в своей массе не одинаковы. В развитых аграрных регионах они ловкие, бодрые, хорошо сложенные, одухотворенные. Напротив, представители отсталых областей имели репутацию грубых, тяжеловесных, плохо сложенных, глупых. Неудивительно, что во время революции администраторы департамента Ван Дея охарактеризовали ее жителей как покорных, доверчивых и замкнутых в себе эгоистов. Лишенные общения с внешним миром, они не знают ничего, кроме своих плугов, сеньоров и священников. Отсюда и невообразимая жестокость, проявленная республиканцами при подавлении восстания. Убеждение в том, что невежественные крестьяне никак не впишутся в то идеальное и разумное общество, которое они старались построить. На этом я завершаю рассказ о восстании в Ван Дее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова